Среди бесконечных возможностей, которые предлагает интернет, скрывается целый спектр опасностей, которые могут подстерегать детей на каждом шагу. От кражи личных данных до оскорблений и рискованного общения с незнакомцами. Родителям необходимо осознавать все угрозы и принять меры для обеспечения безопасности своих детей в виртуальном мире. Как это сделать? Об этом мы поговорили с экспертом по кибербезопасности, IT и коммуникации. Здравствуйте, с вами программа «Право знать» и я, ее ведущий Даниэр Даутов. Как обеспечить безопасность детей в интернете? В нашей инструкции нет списка готовых технологичных решений, но есть самое важное. В этом выпуске мы будем говорить о роли родителей в онлайн-жизни детей. Почти 80% постоянных пользователей интернета – это подростки от 15 до 24 лет. Среди остальных категорий населения в мире этот показатель равен 65%. Это данная организация Объединенных Наций за прошлый год. Молодежь является движущей силой технологии. Дети, которые раньше знакомятся с интернетом, как следствие проводят там больше времени. Каждые полсекунды в мире один ребенок впервые выходит в интернет, подчеркнули в ООН. Но вместе с этими возможностями приходят и серьезные риски. Кибербуллинг и другие формы насилия со стороны сверстников могут затрагивать детей каждый раз, когда они заходят в социальные сети или на платформы обменом мгновенными сообщениями. Как защитить ребенка в интернете, не ограничивая доступ к образовательным ресурсам и не препятствуя общению с друзьями. В первую очередь станьте лучшим другом своему ребенку. Интересуйтесь его увлечениями, спрашивайте, чем он занимался в сети, обсуждайте полученный им опыт. Тоже будьте в теме, читайте о последних тенденциях и технологиях виртуального мира. Пробуйте разобраться в модных течениях среди детей и подростков в интернете. Это поможет вам лучше понимать его потребности и опасности, с которыми он может столкнуться в сети. Важно, чтобы между вами были доверительные отношения. Если вы знаете, что такое краш и кринж, то у вас уже есть шанс хотя бы чуть-чуть приблизиться к вашим подросткам. Понятно, если родители ничего не понимают, то, конечно, ребенок никогда не придет к нему за советом, за помощью, а пойдет в недружественную среду. Никто не желает, чтобы их ребенок стал жертвой злого умысла, будь то в повседневной жизни или в виртуальном мире. Нужно приложить максимум усилий со своей стороны, чтобы снизить потенциальные риски и угрозы. Важно объяснить своему ребенку основные правила безопасного поведения в интернете. Такие, как никогда не делиться личной информацией, не отвечать на подозрительные запросы и сообщения, а также немедленно информировать вас о любых странных или тревожных ситуациях. Только полное знание и контроль того, что происходит с вашими детьми, может вам помочь. Знать не обязательно означает сразу вмешиваться. Один из способов защиты детей в интернете – использование родительского контроля. Существуют различные программы, которые позволяют узнавать, какими приложениями пользуется ребенок в сети. При необходимости выставлять временные ограничения на их использование, настраивать контроль за онлайн-активностью ребенка, блокировать опасный контент, мониторить публикации ребенка в социальных сетях и узнавать о его новых онлайн-друзьях. Устанавливать безопасный периметр для перемещения ребенка и получать уведомления, когда он этот периметр покинул. Получать уведомления, когда у ребенка садится телефон. Максимально понимать, считывать, отфильтровывать любые изменения в поведении ребенка. Причем именно мельчайшие, потому что есть изменения уже критические, когда, например, вы приходите, он берет телефон и поворачивает его, так сказать, к низу экрана. Родители должны обеспечить ребенку безопасное пребывание в интернете, обучая его осознанному использованию ресурсов сети. Это включает в себя обучение ребенка основам цифровой грамотности, развития критического мышления и установку здоровых границ по времени, проводимому в интернете. Только таким образом интернет сможет стать источником вдохновения, обучения и развлечения для ребенка, не представляя при этом угрозы его безопасности и благополучия. Благодарим, что были с нами. Пусть этот выпуск принесет вам немало пользы. До встречи!